В зале воинской славы открылась экспозиция на службе Отечеству. Она посвящена новгородцам, защищавшим страну со времен Первой мировой войны. И по сегодняшний день экспонаты, личные вещи героев, документы, фото, элементы обмундирования. У меня был друг, он тоже прошел срочно. Афганистан 85-87 год, очень такие тяжелые годы. Он водитель БМП был. Почему он ушел так быстро? Потому что были ранения, были у него рассложнения на ногах. И скоропостижно он ушел. Память об Александре Пахомове хранит все боевое братство Великого Новгорода. А теперь о его истории узнает как можно больше людей. И хоть он не получил самые высшие награды для военного, его китель, который теперь висит не в пыльном шкафу, а в зале воинской славы, увешан различными боевыми орденами. А рядом с ним еще экспонаты. Всего выставка на службе Отечеству рассказывает о девяти военных наших земляках. Среди них трое героев России. Если чаще всего в наших выставках мы окунаемся в давние, в далекие события прошлого нашей страны, то сегодня мы говорим о тех, кто вместе с нами продолжает жить, служить нашему Отечеству. Все выставочные экспонаты представлены родственниками военных. Здесь их фотографии, личные вещи и документы. Что интересно, и об этом тоже рассказывает выставка, в Великом Новгороде есть целые династии защитников Отечества, члены которых провели часть своей жизни в горячих точках. А экспонаты я представил. Фотографию своего дяди, пропавшего без вести, здесь под Новгородом. Фотография моего отца, который прошел всю войну в разведке. Теперь моя фотография и фотография сына, который тоже честно отслужил. Сейчас внук подрастает. Надеюсь, что и он там будет. Выставка в Зале воинской славы будет работать в ближайшие три месяца. Приходить на экскурсию можно как индивидуально, так и группами. Собираясь, не забудьте про маску. Собираясь, не забудьте про маску.